Теппинг Это фрагмент из видеоурока Николая. На своей страничке в интернете он разбирает гитарные схемы и техники и делится секретными приемами исполнения скоростных пассажей со своими зрителями-учениками. И редко какой педагог может похвастаться тем, что его уроки посещают более 26 тысяч человек. Есть форма такая, вопрос-ответа на сайте. Эту форму люди пишут, например, Николай, а вот что-то там туда-сюда, туда-сюда. Я раньше эти вопросы все на сайте скопливал, потом решил просто личным сообщением уже на почту, потому что человек задает вопрос, оставляет почту свою, я уже непосредственно с ним связываюсь и некоторым даже записываю видео прям и показываю, как это. Иногда Николай исполняет для интернет-зрителей произведения по заявкам, но выходя из образа учителя, выходя на сцену, ему, конечно, больше нравится играть собственные композиции. Два раза в неделю по три часа. Последние полгода Николай со своей группой проводят в этой комнате. Репетируют сложную программу будущего гитарного концерта. На сцене ДК Победа они сыграют не только свои авторские композиции, но и классику в рок-исполнении. До концерта еще полтора месяца, хотя музыканты утверждают, что остаются считанные часы. Концерт еще когда там будет? А для нас это время, оно пролетает просто вот так. Мы посчитываем, сколько у нас там осталось репетиций и понимаем, что у нас вот эта вещь не готова, вот эта вещь не готова. То есть они в процессе, конечно, все приготовятся, то есть они будут все готовы и я надеюсь, что мы выступим, то есть все нормально будет. Среди участников группы есть и как это принято называть непрофессиональные музыканты, например, будущий психолог. Но понятие непрофессиональный музыкант очень относительное, ведь то, как они зарабатывают на жизнь, не влияет на их отношения с музыкой. Это не работа, но и абсолютно точно не хобби. Своим зрителям они обещают двухчасовую программу, только живого, драйвового звука, фьюжн, рок и немного классики, а главное, никаких фонограмм. Любовь Рубальченко, Владимир Гайдай. Объективно. ННТВ. Рубальченко, Владимир Гайдай.